Добрый день дорогоценные рыболовы, рыбоеды и ценители морских деликатесов! Сегодня у нас на обзоре консерва Ивасия Доброфлота. Доброфлот имеет собственный флот, свою плавбазу, своей мощности, которые раньше были при Советском Союзе, но сейчас они являются собственностью Доброфлота. Честно говоря, поначалу Доброфлот выпускал довольно хорошую продукцию, сейчас надо смотреть, бывает такой выпускает, что лучше бы он это не выпускал. Поэтому ничего плохого и хорошего пока сказать не могу об этой консерве именно. Производится она в Южноморском, это на побережье Охотского моря, ну это татарский пролив, находится под находкой бухты Гайдамак. Там я раньше стоял в ремонте, поэтому знаю где-то находится, знаю бывший советский консервный завод. Сейчас его там немножко модернизировали, производят консерву. Кстати, Ивасию давно уже не ловили, потому что ее было очень мало, и она регулярно куда-то уходит и не подходит к берегам Приморья, Сахалина и Курицких островов. Потом она возвращается. Ну еще сейчас ее не так уж много, раньше ловили очень много и делали из нее прекрасные пресервы таких высоких банков. Жирная, вкусная, все говорили сельдь Иваси, на самом деле это сардина Иваси, жирная, вкусная. Сами солили в банках обыкновенных стеклян. Можно посмотреть на сайте, как можно засолить из свежемороженной сардины Иваси хорошую селедку. Ну так как мясо очень нежное, конечно, лучше ее солить свежую. Обыкновенная селедка получается очень вкусная из мороженой соленой. А из мороженого Иваси, конечно, она отличается от свежей соленой Иваси. То есть лучше, конечно, свежую солили бы. Малосоленые пресервы очень вкусные. Но в магазине сейчас почему-то их практически нет, малосоленых. Проще им закатать вот баночку и сорок хранения примерно такой банки два с половиной года. А пресервы там получается всего полгода. Попадаются пресервы, но они бывают лучшего. Вот мы как раз от Доброфлота брали. Да, очень соленые и уже там были признаки заветривания. Ну то есть ржавчина была присутствовала. Есть можно, конечно, но тот вкус Иваси, который был в детстве. Да, в детстве при СССР, конечно, не соответствует тому, что сейчас делают Доброфлот и другие фирмы. Они ее солят специально сильно для того, чтобы срок хранения увеличить до года-двух. Можно, конечно, отмачивать, но это уже не Иваси. Ну давайте посмотрим, что в этой банке находится. Что за Иваси сделал Доброфлот. Банка вот такая вот современная с клапаном 210 грамм. Обычная маска. Ну здесь такая есть крышечка. Срок годности вот здесь вот под крышкой. Изготовлены 18.04.19. Срок хранения обычно два с половиной года. Поэтому консервы, конечно, свежие. Стоит она у нас здесь в Хабаровском крае 70-80 рублей. Открываем ее. Открывается она легко. Ну и здесь уложены прямо куски такие длинные. Практически целиком мелкая селедка Иваси. В тушке уложены 4 тушечки. Давайте посмотрим, что собой представляет это все. Берем весы, включаем их, ставим тару, обнуляем тару. Берем баночку Иваси, вливаем масло. Будем считать, что масло мы слили. Смотрим, сколько масла. 23 грамма. Это вполне допустимо. Выкладываем сами кусочки Иваси. Рыба очень нежная, поэтому в консерве я бы не сказал, чтобы она была бы очень вкусной. Потому что консерва из консерва при приготовлении она окисляется. Ну и запах такой обычной селедки, то есть не тот ароматный запах соленой Иваси, который присутствует в ресервах. Обыкновенный селедки запах. Даже шпротов больше похоже копченых. Да. Может, это и есть ответ для балтийским шпротов? Да, это, наверное, ответ балтийским шпротов. 205 граммов. Ну, на 5 граммов. Там, может быть, вот здесь вот еще всякой требухи, конечно, наберется. Так что здесь без обмана по весу. Ну, внешний вид, ну, конечно, он не очень товарный. Такие вот. Какие-то коричневые вкропления. Да, такое впечатление, что она немножко окислилась. Если ее вот так вот поломать, ну, вроде ничего одна. Внутри симпатичные. Внутри симпатичные, да. Вот, если посмотреть, то, вроде бы, волокна мяса есть. Кстати, рыба не потрошенная вместе со всеми требухой. Может, даже икра попасться или молоко. И с черной пленкой. Нет, она потрошенная. Потрошенная? Да, рыба. А, нет, она просто, просто выдернутая. Вот, давайте посмотрим внимательно, что там у нее внутри. То есть, кишки выдернуты просто. Пленка черная, конечно, никто не выделял ее, там кто будет выделять. Скорее всего, они просто выдернуты. То есть, брюшко целое. Кишки, кишки, по-моему, выдернуты, да. Кишки выдернуты вместе с головой. Голову, когда отделяли, скорее всего, автомат. Ну, станок перерабатывал, когда такое количество рыбы, конечно, человек сейчас не перерабатывает. Поэтому, при помощи станка перерабатывающего, голову выдергивают, хвост отрезают, голову выдергивают и получают тушку такую почищенную, насколько это возможно. На вкус, ну, масла очень много. Сама по себе рыба жирная. На вкус, да, что-то напоминает сардины. Мясо вполне приличное, можно есть. Нормальное, похоже, очень сильно отдает маслом растительным. Похоже, что-то среднее между сардинами и селедкой. Ну, сколько баллов? Четыре балла ставим? Ну, четыре балла можно поставить, если есть. С гарниром, с каким-то, с картофелем там, или с рисом. Нормально. Четыре балла до брофлоту ставим. Ставьте лайки до брофлоту, а можете не ставить. Ну, рекомендуем. Вполне можно есть на природе, в походе. Итак, дома, если вообще есть нечего, открыть холодильник, достать эту консерву, если есть вместе с картошкой. Заходите к нам на сайт и до моря. Там еще вы не только это узнаете. Очень много всякой разной информации о рыбе и морских делегатесах. Приятного аппетита вам и удачи!